Добрый день, уважаемые коллеги! Мы находимся на площадке агроцентра Орел. Сзади меня представлено поле с посевом озимой пшеницы, сорт скипетр. Посев был осуществлен 30 августа 2022 года с нормой высева. 4,5 миллиона схожих семян на гектар. На данной площадке был запланирован опыт по однократному применению фунгицидов в конец пущения. Сейчас с нами на площадке находится технический эксперт Мария Мустафина. Она представит вам разницу в применении фунгицидов. Мария Мустафина, технический эксперт по болезням компании Сингенко. Перед нами с вами три СНОПа. Три СНОПа, из которых один необработанный контроль, то есть где не было фунгицидной защиты, была только защита от сурной растительности и от издителей. И два СНОПа, где в Т1, это конец пущения, начало выхода в трубку, 41 день назад была проведена однократная фунгицидная обработка фунгицидами на основе стабилуринов и триазолов. Для чего этот опыт? Многие хозяйства, как в Орловской области в 2023 году, когда практически нет дождей, обработали по началу трубки и дождей нет. Санитарная ситуация сильно не развивается, грибная болезней больших нет и больше фунгицидов не применяют. Давайте посмотрим более внимательно. Когда мы посмотрим на контроль, мы видим, что здесь у нас септориоз листьев. Септориоз листьев представлен на всех живых. Тут 2,5 листа. Где-то в среднем от 10 до 30% септориоз листьев у нас занял как флаговый лист, так и подфлаговый лист. Видны яркие пикниды, как мы отличаем септориоз, некротические пятна, на которых видны вот эти черные пикниды. Если мы с вами посмотрим на два варианта, которые у нас представлены фунгицидами на основе одинаковых действующих веществ, то есть здесь у нас был Амистар Экстра 0,75 и его прямой дженерик, который содержит такое же количество стробилурина, азоксистробин и триазола. И мы с вами можем увидеть, что на варианте, где у нас был применен 41 день назад по началу трубкования фунгицид Амистар Экстра, мы видим, что в принципе у нас два листа живые и здоровые. И они отличаются от контроля не только отсутствия листовых пятнистостей септориозной теологии, но и зеленым здоровым своим цветом. Вариант, где был применен фунгицид на основе таких же действующих веществ, но дженерик Амистар Экстра, мы видим, что у некоторых растений и флаговый лист начинает желтеть, и достаточно по цвету эти листья, естественно, отличаются между собой. Почему я показываю вам эти листья? Потому что фунгициды на основе стробилуринов должны обладать физиологическим действием. Помимо того, что мне сразу бросается в глаза, и визуально мы это видим, что разница по цвету флаговых листьев и подфлаговых, мы также можем увидеть с вами развитие септориозной пятнистости на подфлаговых листьях. Кончики флаговых листьев начинают болеть септориозом. То есть дженерик, к сожалению, уже сдался и вышел из строя. И в этой борьбе за сохранение зеленого полога нашей азимой пшеницы. Амистар Экстра создал оптимальную фотосанитарную ситуацию, которая потом позволит нам более качественно и полноценно налить наше зерно. Дженерик же, напротив, сдает свои позиции, отдавая зеленую ткань листьев как септориозу, так и этим хлорозом, которые говорят о том, что все-таки физиологический эффект здесь недостаточно ярко выражен.